Уважаемые коллеги, меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня наш шверк, 15 сентября, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Продолжение следует... Все данные по инфляции в еврозоне, также за август, в 14 часов по Москве решение Банка Англии по процентным ставкам. Сегодня заседание Центрального банка Англии. И также в 15.30 уже данные из Америки по розничным продажам. Благодарю еще раз за обратную связь. И начнем мы наш вебинар по традиции с пары евро-доллар. Накануне мы с вами говорили о том, что рост котировок используем для продаж. Вот верхняя граница флэт продаем. И мы протестировали эту верхнюю границу, даже сходили чуть немножко повыше. 12.73 и сегодня уже падаем. То есть мы падаем, как и говорили, только лишь с небольшой задержкой. Падаем вот сегодня в Азию и вот с торгов в Европе. И здесь уже получается, что мы сейчас приближаемся к нижней границе по Боллинжеру. То есть мы с вами говорили уже не один день, что мы находимся во флэте. И в этом флэте торгуем. То внизу покупаем, то наверху продаем. И сейчас мы приближаемся как раз к нижней границе. Это 12.16, 12.05. Вот это нижняя область. И сейчас котировка 12.22. И теперь возникает вопрос, что же сегодня делать. То есть мы с вами дальше будем стоять во флэте. И опять там что получается, раз к нижней подходим, значит покупаем. Ждем движения вверх. Или все-таки можно будет продавать уже сегодня. И рассчитывать на то, что мы можем чуть-чуть выйти за аэрфлэт, за нижнюю границу. На мой взгляд сегодня будет именно второй сценарий. Если смотреть по техническим и фундаментальным причинам. Если смотреть по технике, то на дневном и четырехчасовом графике у нас в принципе картина не меняется. Мы стоим во флэте, вялые индикаторы и Bollinger, и ADX, и RCI. Все у нас очень вяло и получается флэт. И мы стоим в принципе на средней границе по Bollinger на дневном графике. 12.38. То мы немножко подрастем пункт на 30 вверх, то упадем на 30 вниз. Здесь получается пока картинка такая без изменений. А вот на часовом графике здесь уже картинка поинтереснее. Здесь ADX трендовый, тренд вниз. Линия ADX растет, то есть тренд ускоряется. И сейчас мы вошли по RCI в область перепроданности на часовом графике значение 29. Перепроданность у нас 30. Таким образом, что получается можно продавать, если трактовать вот эти сигналы ADX, RCI в связке. Но продавать не сейчас, прямо чуть повыше. Допустим, хотя бы пунктов на 10. Если смотреть уже причины фундаментальные, то здесь тоже причины негативные для евро или позитивные для доллара. Допустим, если смотреть на текущий слайд, то мы можем увидеть спред Германии-США, облигации 10-летних. Это линия синего цвета. И также пара евро-доллар, линия красного цвета. То здесь мы с вами можем увидеть, что у нас спред очень сильно упал в правой части графика. Он вчера сильно падал, а сегодня также падает. То есть рынок облигаций показывает нам сигнал вниз. И мы видим, что пара отстает все-таки от спреда. То есть обычно они друг за другом ходят. И очень тесная корреляция. Но если посмотреть, допустим, здесь, то мы видим, что пара все-таки находится высоко. И она должна также упасть, чтобы как-то со спредом сравняться или почти сравняться. Плюс у нас еще есть фактор рынка нефти. Здесь вчера были данные по Минэнерго. И рынок упал на этих новостях. Сначала вырос то, что запасы нефти сократились на полмиллиона. Потом все-таки упал. Но почему упал, возникает вопрос. Упал потому, что добыча в США выросла. И находится она сейчас на максимальном уровне за три недели. То есть, конечно, вроде бы такая смешная цифра. Максимальный уровень за три недели. Но тем не менее, это максимальный все-таки уровень. И если вспоминать, что добыча по итогам августа в России находится на максимуме за 25 лет. По итогам августа в Саудовской Аравии на историческом максимуме. Такого ни разу не было в истории Саудовской Аравии. То здесь получается, что рост добычи отмечается у трех крупнейших мировых производителей. Это Саудовская Аравия, Россия и США. И, соответственно, получается, рост добычи везде растет. То для котировок это плохо. И здесь мы с вами можем посмотреть на креляцию буровых установок. Это вот тот самый отчет по Baker Hughes, который каждую пятницу публикуется. Завтра будут новые данные в 20 часов по Москве. И объем добычи. То есть, здесь мы видим, что корреляция не такая сильная. Но, тем не менее, корреляция есть. То есть, буровые установки растут. Вначале растут именно буровые установки. Потом уже идет рост добычи. И, соответственно, здесь получается, что рост добычи еще, судя по всему, будет наблюдаться в Америке. И таким мы в сентябре, допустим, и в октябре. И, соответственно, для нефти это плохо. Поэтому сейчас по нефти Brent мы с вами говорили накануне 46.50. Цель мы ее выполнили. Вчера минимум дня был 45.92. И сейчас я думаю, что нефть немножко постоит во флете. Сейчас у нас флэт на часовках. Либо даже немножко сходит наверх. Допустим, на среднюю по Боллинжеру на часовиках это отметка 46.56. Плюс у нас еще по нефти вчера была дивергенция на часовиках в области перепроданности по RCI. В 20 на час по терминальному времени. Поэтому по нефти можем сходить на 46.56, либо 47 по Brent. И после этого, я думаю, пойдем обновлять вчерашний минимум. Соответственно, если нефть падает, это хорошо тоже для доллара. Потому что стоимость нефти, как и в целом биржевых товаров, золота, алюминия, природного газа и так далее, палладия, платин, все это отражается, котируется в долларах. Поэтому даже просто само по себе падение цен на нефть вызывает рост доллара. Даже если никаких причин в принципе у нас нет. То есть, допустим, нет у нас новостей никаких, там ни по Америке, ни по другим странам важных новостей. Вроде бы все тихо, спокойно. Но если нефть упала, допустим, на 1,5-2% в долларах, так же от этого растет. Поэтому здесь получается, что у нас будет падение нефти, судя по всему, и дальше продолжаться. Потому что здесь можно ожидать уже тестирования нижней границы по Боллинжеру на дневном графике. Это 45-41. Вот эту область мы можем протестировать сегодня-завтра. Это еще одна причина для укрепления американского доллара. Плюс еще одна причина. Сегодня данные в 15.30 по розничным продажам. И здесь, на мой взгляд, мы можем увидеть данные лучше. Консенсус прогноз. У нас сегодня консенсус прогноз показывает значение минус 0,1 по сравнению с предыдущим месяцем. То есть экономисты инвестбанков Солл-Стрита ожидают, что будет падение розничных продаж. Но если, допустим, вспомнить индикатор потребительской уверенности от Conference Board, который был опубликован в начале сентября, то здесь уже получается, что можно напротив ожидать хороших данных. Потому что тогда были очень хорошие цифры, значение 100 по потребительскому индексу. Это был максимальный уровень за 10 месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok Солл-Лимит поставить и поставить также на верхнюю 12.64 мы вполне можем еще раз туда сходить. Такой вариант тоже случать нельзя. Поэтому ставим два Солл-Лимита на среднюю верхнюю по Bollinger на часовом графике. И где цели? Первая цель это на 1.12 ровно, и вторая цель это уже 1.1179, второй на сегодня уровень поддержки. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. А пока вы пишете свои вопросы по паре евро-доллар, мы тогда поговорим о британской валюте. Сегодня у нас заседание Центрального банка Англии, и здесь получается это событие будет таким ключевым для пары. Здесь необходимо отметить, что в предыдущем заседании банк Англии ставку понизил. Это было 4 августа, ставку понизили, программу стимулирования так называемого КУЕ увеличили, и это все вызвало падение фунта. И самое главное, что тогда нам сказал банк Англии, он сказал нам то, что это еще не финальное снижение ставки, и будет еще одно снижение ставки в текущем году. И тогда возникает вопрос, когда же это состоится, то есть у нас сегодня заседание 15 сентября, следующее 13 октября, потом 3 ноября и 15 декабря. Вот 4 заседания, и банк Англии обещал снижение ставки. Снижение ставки, что нам вызовет? Нам вызовет снижение фунта, то есть фунт будет падать. Поэтому здесь получается, что мы ждем на любом заседании возможного снижения ставки и соответственно реакции вниз. Можно ли сегодня ожидать снижение ставки и падение фунта? Безусловно можно, но шансы на это невысокие, потому что если посмотреть на рынок облигаций, то мы можем увидеть, что спред Великобритании и США, облигация 10-летняя, вот на текущем графике, он в правой части графика стал расти. То есть когда спред падает, это указывает на то, что ставки будут все-таки снижены. Если мы посмотрим, допустим, примерно в середину графика, то здесь мы видим, что у нас было падение, как и в левой части. То есть спред падал, и в итоге банк Англии ставку понизил. Сейчас в правой части графика спред развернулся. То есть уже падения нет, и спред немножко растет, и соответственно здесь получается, что рынок облигаций не ожидает изменения ставок. А рынок облигаций является опережающим индикатором, он заранее начинает движение обычно. И плюс рынок облигаций очень сильно реагирует на любые события вокруг ставок в процентах, потому что на рынке облигаций торгуются облигации, в которых есть доходность. То есть доходность, выраженная в процентном выражении, соответственно, все, что связано с процентным выражением, на рынке облигаций очень сильно отражается. Поэтому рынок облигаций всегда заранее показывает, что у нас будет по ставкам. И здесь таким образом получается, что сегодня, скорее всего, не будет ничего. Но если, допустим, сегодня мы увидим, что ставку все-таки понизили, такой шанс тоже есть. Я бы оценил это процентов на 5 из 100. 95, что изменений сегодня не будет, и 5 процентов, что могут сегодня ставку понизить, тогда можно сразу пару продавать. Будет сильное падение британской валюты, потому что никто этого не ожидал. Потому что это событие будет очень неожиданно. И здесь пунктов 50-100 можно будет легко взять. Даже если мы войдем с опозданием минут на 5-10, допустим, новость в 14 часов по Москве. Мы в 14.05 прочитали, что ставку понизили, все равно можно продавать. Пара будет падать несколько часов, а возможно даже несколько дней. Поэтому заработать на это можно будет. Это будет событие неожиданное. Поэтому такой сценарий может быть сегодня. Но, скорее всего, нет. И здесь, если, допустим, в целом смотреть, то я склоняюсь к тому, что ставка будет понижена на заседание 3 ноября. То есть даже не на следующем заседании 13 октября, а 3 ноября. Почему к 3 ноября можно ждать снижения ставки? На мой взгляд, здесь необходимо отталкиваться от действий ФРС США. Потому что ФРС США также анонсировали повышение ставок. И здесь получается, что, судя по всему, ставка в Америке будет повышена после президентских выборов. То есть 14 декабря заседание ФРС и, скорее всего, там ставка будет повышена. Поэтому, если Банк Англии будет повышать 15 декабря на снижение после ФРС, то это просто убьет валюту, фунт резко обвалится, британский фондовый рынок резко обвалится, потому что ФРС повысили, а Банк Англии понизили. То есть это просто будет коллапс для британского финансового рынка. Я думаю, там люди умные, взрывомыслящие, они на такой шаг не пойдут. Поэтому 15 декабря можно уже убирать. Остается, получается, три заседания сегодня, 13 октября и 3 ноября. Сегодня, судя по рынку облигаций, ничего у нас не будет изменили. Рынок облигаций на это не рассчитывает. И, получается, остается две даты, 13 октября и 3. На мой взгляд, будет 3 ноября, потому что именно в этот день, 3 ноября, будет опубликован экономический обзор от Банка Англии. Он называется «Чет по инфляции». Там данные по инфляции, безработица, ВВП, различные комментарии по инвестициям, по капиталовложениям, компаниям и так далее. И более такой полный экономический обзор. И, соответственно, здесь уже получается, Банк Англии его будет подготавливать к 3 ноября этот обзор. И, соответственно, к 3 ноября у него уже будет вся информация, которая ему позволит сделать правильное решение. А вот 13 октября еще этого обзора не будет, поэтому здесь и полной информации не будет. Допустим, ставку Банк Англии понизил на прошлом заседании, 4 августа, и тогда тоже был экономический обзор, то есть отчет по инфляции. И получается, что Brexit у нас по Великобритании объявили 2,4 июня, когда референдум уже провели, итоги подсчитали. И после 2,4 июня было заседание 14 июля. Получается, что Банк Англии нужно было сразу ставки снижать, КУЕ увеличивать, сразу с полужару бежать. Но 14 июля не было экономического обзора, он был только 4 августа. Банк Англии экономический обзор подготовил, всю информацию собрал и в итоге принял решение о снижении ставки 4 августа. Поэтому я думаю, что тенденция повторится и в этот раз, то есть соберут информацию, подготовят обзор и примут решение уже в ноябре. И таким образом, получается, в 3 ноября можно будет ожидать падения фунта. Вот у меня такой базовый сценарий. Альтернативный сценарий может быть такой, что могут и сегодня ставку понизить, действуя на опережение. То есть скажут, что мы не будем затягивать, будем действовать на опережение, сегодня ставку понижаем, тогда фунт сегодня будет падать. Поэтому на сегодня получается, поскольку это основное событие, то здесь я бы уже действовал непосредственно в 14 часов по московскому времени, то есть заранее не входил бы, не селлимиты, байлимиты бы не ставил никакие, потому что если сегодня все-таки будет снижение ставки, что хоть и крайне мало вероятно, но иногда такие сюрпризы бывают, вроде бы никто ничего не ждет, а раз, неожиданность такая происходит, тогда уже сразу можно, в 14 часов прочитали новость, если ставку понизили, сразу продавать, 50 пунктов точно можно будет взять, а может быть даже и 100. Если же банк английский ставку не повышает, тогда я думаю, что пара немножко сходит вверх, также пунктов на 30 на 40 вверх, и здесь сопротивление будет верхняя граница по Боллинжеру на часовом графике 32.85. Я думаю, что выше этой отметки мы сегодня не уйдем. Если смотреть по технике, то у нас на дневном графике и на 4-часовом графике ничего интересного нет, и DX, RCI и Bollinger показывают флэт, мы сейчас по Боллинжеру прям аккуратно стоим на средней границе, то есть здесь получается, мы должны либо упасть к нижней 30.35, либо сходить к верхней 3.405. И здесь получается, если банк английский 4 часов ставку понижает, то мы точно пойдем к нижней границе, даже ее протестируем. Здесь уже однозначно, потому что события неожиданные. Поэтому для того, чтобы нам сегодня прямо так хорошо заработать, в идеале, конечно, нужно, чтобы банк английский ставку понизил. Но даст ли нам банк английский такой шанс, мы пока с вами не знаем. А так, если даже банк английский ставку не повышает, то я думаю, не понижает, то я думаю, что реакция будет вначале небольшой рост, потому что вроде бы как ставку не понизили, это позитивно. А затем уже также будет падение в американскую сессию в 15.30 на фоне данных по розничным продажам и по падению рынка нефти. Поэтому здесь получается вот такой сценарий, если все подытожить. У нас на часовом графике по EDX есть трендовая область, EDX линия растет, по RSI еще перепродности нет, поэтому здесь получается на часовках у нас тренд вниз, а на остальных таймфреймах ничего нет. То есть по технике получается краткосрочно вниз, по фундаменту в 14 часов либо продаем, если банк Англии ставку не изменяет, то тогда ждем в 15.30 и в 15.30 продаем за счет данных по Америке и продажи на рынке нефти. Вот здесь такая ситуация. То есть получается, что покупать сегодня сигналов нет. У нас может быть отскок на банке Англии, но я бы его не стал ловить, потому что этот отскок непонятно какой будет. То есть если банк Англии ставку не меняет, тогда будет отскок вверх. Но сколько он будет, допустим, 10 пунктов, 20, 30, 40, здесь непонятно вообще. Единственное, что я думаю, что за верхнюю по Боллинджеру на часовиках мы не уйдем сегодня. Это будет с сильным сопротивлением 32.85. И поэтому здесь получается, либо продаем в 14 часов, если же ничего у нас нет, тогда продаем в 15.30. И цели по этому падению это вчерашний минимум 1.31.85. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, канадец хорошо растет, когда будет разворот, по вашему мнению. Николай, я благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я думаю, что по канадцу сегодня разворот ждать не следует, потому что нефть падает, и по Америке, я уже говорил, можно ждать хороших данных по розничным продажам. А розничные продажи – это хороший показатель потребительских расходов, и не стоит забывать, что у нас через неделю даже меньше уже в следующую среду седание ФРС США, поэтому чем больше хорошей статистики, тем больше будет возни на тему того, что ФРС ставку будет повышать. Я думаю, что ФРС ставку повышать не будет на следующей неделе, но рынок живет вот этими слухами, вот этой суетой, и если статистика хорошая, то будет суета на эту тему. И вот за счет этой суеты доллар будет расти. А потом, допустим, на следующую неделю ФРС ставку не повысит, но скажет, что сделает это в самое ближайшее время, там уже, может быть, вниз сходим, а может быть, даже скажут, что все-таки время пришло, и будем дальше расти. Поэтому здесь будет, я думаю, просто возня на тему того, что вдруг все-таки ФРС там повысит. Поэтому по канадцу получается, по паре доллар-американский, доллар-канадский, я думаю, что необходимо позиции длинные удерживать или их наращивать на откатах. Где может быть откат, такой более-менее существенный, это на отметке 1.3250, это максимум июля месяца. Сейчас котировка в 32.23, то есть еще пунктов 27 можем сходить вверх. А после этого, я думаю, что не разворот, а просто откат. Поэтому, в принципе, еще позиция должна подрасти по канадцу. Так, если все-таки понизить ставку Банка Англии, фунт будет падать, тогда кросс евро-фунт пойдет вверх, евро-доллар тоже вверх. Вячеслав, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, что если Банк Англии ставку понизит, тогда да, частично кросс курса евро-фунт, то есть евро-фунт пойдет вверх, пара евро-доллар также пойдет вверх. Почему как раз я и говорю, что по паре евро-доллар потенциально мы можем подрасти до 12.64. То есть как раз я закладываю то, что вдруг Банк Англии ставку, допустим, еще понизит. Поэтому я и предложил ставить селл-лимиты, входить в продажу не сейчас, а по селл-лимитам на средней и верхней полосе. Даже если Банк Англии ставку снижает, пару евро-доллар я не вижу, чем выше 1.12.64, ну, 12.70. Вот такая тенденция. То есть пара вырастет, потом уже рынок нефти и статистика по Америке, она уведет пару обратную. Так, что касается австралийца Николая, вы знаете, сегодня не могу ничего сказать по австралийцу, потому что не смотрел за австралийцем, поэтому завтра тогда уже скажу свой прогноз по австралийцу. Что касается, Павел, как торговать розничные продажи, здесь, смотрите, есть два сценария. Первый, это заходим раньше отчета, за минуту, за две, за три, за час и торгуем на опережение. Здесь нам нужно понимать, какие могут быть данные. Как можно понимать, какие могут выйти данные, здесь нужно смотреть на заработные платы в Америке и на индексы потребительской активности. И тот и тот показатель показывают рост, причем рост хороший, соответственно, получается, доходы американцев выросли, потребительская активность растет, соответственно, они делали больше покупок, и получается, можно ожидать увеличения розничных продаж. Это два показателя ключевых. Плюс еще есть третий показатель, он такой, скажем так, у них второстепенный, но дополняющий. Это объем оптовой торговли. Если объем оптовой торговли у нас сокращается, то это получается, что у нас, даже неправильно выразился, не объем оптовой торговли, а запасы на складах оптовой торговли. Есть такой индикатор, запасы на складах, если у нас сокращаются, то это вызывает рост розничных продаж. И если напротив запасы на складах оптовой торговли растут, то происходит затоваривание, значит розничные продажи низкие. То есть в магазинах меньше покупают, соответственно они делают меньше заявок на оптовые склады. И если посмотреть этот индикатор, вчера я смотрел по августу, там у нас нулевое значение, неизменение по сравнению с предыдущим месяцем. При этом консенсус прогноз был, что ждали затоваривания, то есть ждали, что будет затоваривание, а его не случилось. Поэтому здесь и получается, что также позитив для розничных продаж. Соответственно здесь получается, что можно действовать на опережение и покупать доллар. Против кого, все на ваше усмотрение, либо против евро, либо против фунта, либо против канадца, здесь уже много вариантов. Либо второй вариант действовать уже по факту, смотрим на счет, допустим сегодня у нас консенсус прогноз минус 0.1. Если сегодня будет значение плюс 0.1, то значит доллар можно покупать. Если будет значение минус 0.3, то есть на 0.2 от консенсуса прогноза. Минус 0.3, значит доллар будет падать, можно будет доллар продавать. Вот два сценария по тому, как можно торговать новость о объеме розничной торговли. Либо заранее, либо по факту. Если по факту, то нам интересно отклонение от консенсуса прогноза на 0.2. Это очень хорошее такое отклонение, которое позволяет зарабатывать в какую-либо сторону. Так, если это новость по фунту, то то же самое, что и по Америке. То есть необходимо также действовать аналогичным образом, либо заранее на основе заработных плат смотреть потребительскую активность, либо по факту те же самые отклонения на 0.2. Так, какие у нас еще вопросы? Тогда индексы тоже будут падать, S&P, NASDAQ и так далее. Альберт, уточните, пожалуйста, почему именно тоже они должны падать, тоже имеется в виду вместе с кем тоже. А что касается нефти и золота, то сейчас тогда мы поговорим о паре доллар-иен и потом уже поговорим о остальных инструментах. Что касается пары доллар-иена, то она у нас накануне падала, потому что мы с вами говорили, аппетит к риску упала, плюс дивергенция, и мы ждали падения. Падение случилось, дошли до второй цели, обе цели выполнены, даже перевыполнены. Сейчас возникает вопрос, что делать дальше. На мой взгляд, сейчас до Америки мы будем немножко снижаться, и снижение это будет связано с тем, что у нас по-прежнему аппетит к риску падает. Если посмотреть на текущий график, то мы видим, что фьючерс на Nikkei, линия синего цвета, в правой части графика, например, такое сильное падение, сначала выросли и потом сильно упали. Пара также падает в правой части графика, пара доллар-иена, линия красного цвета, но при этом падение не такое сильное, поэтому здесь получается, что корреляция есть, и на мой взгляд, пара еще будет снижаться от текущих уровней. Но продавать бы я сейчас не стал. Продавать бы не стал, потому что непонятно, до какого уровня мы можем упасть. На мой взгляд, падение будет очень небольшое. То есть, либо мы упадем на минимум текущего дня, 101.93, и после этого пойдем вверх, либо даже мы можем упасть, допустим, на 102.20, и после этого также пойти вверх. Я бы сейчас не стал продавать пару, а сейчас бы до американской сессии я бы ее пропустил. То есть, получается, что пара будет снижаться, только непонятно, докуда она будет снижаться. Почему непонятно? Потому что на всех индикаторах, на всех таймфреймах, день, 4 часа и час, у нас везде флэт, причем очень узкий флэт. То есть, теханализ показывает на узкий флэт, и в таком узком флэте непонятно, где же в итоге у нас может быть сильное движение. Поскольку флэт узкий, значит, сильного движения не будет. Раз сильного движения не будет, значит, лучше тогда и не торговать эту формацию, потому что нам интересно именно сильное движение. И, значит, до Америки ничего не делать, а в американскую сессию, я думаю, что пара пойдет вверх. То есть, она пойдет вверх. Здесь первая цель – это верхняя по Боллинджеру, 102.90. И вторая цель – это вчерашний максимум, 103.35. Почему пара пойдет вверх? Здесь я бы сделал основную такую ставку. Это на рынок облигаций. Здесь на текущем графике мы видим спред облигаций США и Японии, линия синего цвета и пара доллар-иена. То есть, мы видим, что линия синего цвета идет вверх, спред растет, спред рос накануне. И сегодня также спред растет в азиатскую сессию, очень хорошо спред вырос. При этом видим, что пара в последнее время упала, скорректировалась вниз. То есть, получается, пара оторвалась от рынка облигаций и должна к нему опять же вернуться. Таким образом, текущие уровни уже интересны для того, чтобы покупать. Почему спред растет? Спред растет потому, что в Японии практически уже каждый день, каждый час различные агентства, средства массовой информации публикуют новость о том, что Банк Англии на следующей неделе в среду будет снижать процентные ставки. И, соответственно, здесь получается, что раз ставки будут снижать, возможно, снижение. То есть, там пишут такие новости, что вроде бы по нашим источникам в руководстве Банка Англии у нас есть информация, что Банк будет снижать ставки. И вот эти слухи, они вызывают то, что, получается, иена будет падать, пара доллар-иена будет расти. Поэтому здесь, поскольку рынок облигаций очень тесно завязан на ставке, то, соответственно, здесь и получается, что у нас спред растет. И, соответственно, это хорошо уже для пары доллар-иена. Поэтому здесь в американскую сессию, поскольку можно ожидать данных хороших по статистике, по розничным продажам, плюс спред растет. Я как раз и сделал бы основной упор на американскую сессию. То есть, 15 часов, 15.30, покупать пару и две цели 102.90, 103.35. А сейчас, пока бы ничего не делал, ждал бы коррекции, и потом на этой коррекции можно входить. Уважаемые коллеги, у нас еще немного времени. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Также небольшой анонс. Сегодня у нас еще будет вебинар, 8 часов ровно по Москве. Поговорим о фреш-прогнозе. Если кто не знает, это наш аналитический сервис, который включает в себя несколько видов анализа финансовых рынков. И сегодня мы поговорим о том, что это за сервис, как им пользоваться, и как его можно использовать в своей торговле. То есть, и можно ли вообще его использовать. Будет очень интересный вебинар, будут интересные графики. И сегодня я расскажу о том, как можно с помощью фреш-прогноза улучшить результаты своей торговли. То есть, как можно увеличить свою доходность. Поэтому приглашаю вас на сегодняшний вебинар, 18 часов ровно. Так, а сейчас, значит, поговорим. Так, Альберт, благодарю вас за уточнение. С нефтью здесь, что касается S&P, вы знаете, я бы сейчас пока S&P не торговал. Если вот накануне было понятно, что S&P будет снижаться, свечка была медвежья, то сейчас я бы S&P пока пропустил, потому что мы вышли за нижнюю границу по индикатору полосы Боллинджера на дневном графике. И обычно, когда инструмент выходит, то он возвращается затем через некоторое время обратно в диапазон. Поэтому здесь получается, что можно ждать некоторой коррекции вверх. И плюс, если посмотреть на фондовые рынки, то, допустим, многие рынки уже обновили минимумы, которые были 12 сентября. Это у нас в понедельник получается. А вот S&P минимум понедельника не обновил, поэтому здесь какая-то оторванность получается. То есть не хочет обновлять минимум. Поэтому я бы пока S&P и NASDAQ ничего бы не делал. А по нефти, я думаю, да, нефть будет снижаться. И, в принципе, никаких причин хороших для того, чтобы она выросла, пока нет. Поэтому здесь не совсем все связано, что нефть падает, S&P сразу же. То есть, да, это рисковые активы и то, и то. Но при этом здесь получается, что S&P сейчас пока что думает. То есть такая вот завис S&P, перезагрузка и непонятно, что он надумает. То ли дальше падает, то ли будет расти. Поэтому по S&P, если мы часовую свечку закрываем сегодня, допустим, или завтра ниже, чем 2108, тогда продаем. Пока мы не закрыли часовую свечку любую ниже этой отметки, я бы по S&P ничего не делал. Сейчас котировка 2122, поэтому я бы пока стоял в стороне, ждал бы развития событий. Так, вебинар будет выложен на сайте обязательно, Юрий, и текущий вебинар. И который вебинар будет 18 часов, поэтому все на сайте у нас будет. Да, и на ютубе, и на сайте Роман совершенно прав, выкладываются видеозаписи. Так, значит, какие у нас еще были вопросы? Про золото был вопрос. По золоту мы говорили о том, что будем расти к 1330, накануне выросли 1325 и все. Больше не стали расти. Вы знаете, я по золоту сегодня бы ничего не делал. Позиции, которые у нас были накануне, я бы тогда их закрыл сейчас. И пока бы побыл в стороне. Потому что накануне был более сильный сигнал, и все указывало на то, что мы к средней границе по Боллинжеру на дневном графике пойдем. Но мы немножко не дошли, не дошли 5 долларов и все, остановились. Поэтому сейчас я бы позицию закрыл. Почему позицию бы закрыл? С одной стороны, да, вроде бы рисковые активы продают, но с другой стороны, в Америку я лично ожидаю хороших новостей по доллару. А если доллар растет, то для золота это плохо. Поэтому накануне были такие сильные сигналы, и золото росло. Сейчас таких сильных сигналов нет. Но в то же время и продавать тоже сигналов нет. Поэтому сейчас я бы по золоту побыл в стороне и подождал бы, как сегодня день завершится. Вот такая тенденция. Так, какие у нас еще вопросы? Так, нефти, золото, Олег, я уже ответил. По золоту пока побыть в стороне, а по нефти продавать. Нефть, бренд, продажа. Цели 45-41. Нижняя граница по Боллинжеру на дневном графике. Так, Nikkei 225. Виктор, благодарю вас за вопрос. По Nikkei я бы тоже сейчас ничего не делал. Подождал бы, как у нас будет ситуация по S&P развиваться. Если S&P закрывает свечу любую часовую ниже, чем минимум понедельника, 21008, тогда продаем и S&P, продаем и Nikkei, и продаем DAX, продаем, что у нас еще есть? NASDAQ, Dow Jones. То есть тогда рынки посыпятся сильно вниз. Прямо продавайте все, что хотите, грубо говоря, что вам более интересно. Сейчас пока ждем за S&P, потому что S&P взял паузу. Поэтому смотрим за ним, как он себя поведет. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Завершаем наш вебинар. Желаю всем успехов в торговле. Не забудьте, что сегодня у нас также еще вебинар в 18 часов. И завтра мы с вами вновь встречаемся в 10.30 на вебинаре ежедневный обзор рынка. Еще раз всем успехов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok